Вы смотрите новости на телеканале Осетия. В студии Марьяна Айдарова. Здравствуйте. И коротко о главных темах выпуска. Пришла к нам учительница и говорит, что мы украли деньги. И втроем нас показывала рукой. История, случившаяся в Ардоне, всколыхнула интернет. Учительница утверждает, что дядя одной из учениц избил ее. Мужчина свою вину отрицает. Говорит, лишь пытался уберечь племянницу от необоснованных обвинений со стороны педагогов. Так что же произошло на самом деле? Мы стараемся работать не на количество, а на качество. И чтобы уже люди тоже были довольны. Сделать жизнь ярче. Предприниматели Северной Осетии реализуют проект, который оказался лучшим на форуме Машук. Для них это не просто бизнес, но и возможность украсить улицы республики. Конечно, республика замечательная. Стремится к искусству, к развитию. Лучший зритель, родной зритель, заслуженный артист Северной Осетии Алан Догузов встретился со студентами СОГУ и представил свой короткометражный фильм. СОГУ и представитель Северной Осетии Алан Догузов Проинспектировал сегодня ход строительства социально важных объектов. В республике их строится и реконструируются десятки. Где конкретно на этот раз побывал премьер и остался ли доволен качеством работ, расскажут мои коллеги из Осетинской редакции. Выпуск новостей на родном языке с Маратом Гогаевым смотрите сразу после нашего эфира. А я отмечу, что строительство действительно идет быстрыми темпами, часто опережая сроки. Для примера возьмем Кванториум. На нашей видеостене мы видим, что еще прошлым летом детский технопарк выглядел именно так. Казалось, работам нет конца и края. Но уже через год мы видим вот такую картину. Это современная оборудованная по последнему слову техники площадка для юных гениев. Смело можно сказать, что быстро и качественно строить можно. И Кванториум тому наглядный пример. Если этот объект возводился с нуля, то 27-ю Владокавказскую школу реконструировали. Хотя на самом деле от старой здесь остались только стены. Образовательное учреждение теперь выглядит так. Школа оснащена всем необходимым инвентарем и учебно-материальной базой. Есть и свой специальный класс для занятий с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Добавлю, что строительство новых объектов способствует участие в федеральных целевых программах и активное софинансирование. Вторая волна. Несколько образовательных учреждений Владокавказа вновь закрыты на карантин. Об этом сегодня ближе к вечеру сообщили в администрации местного самоуправления города. Речь идет о детских садах номер 49, 75, 88, 173. Учебный процесс приостановлен также в школах номер 29 и 48. В этих образовательных учреждениях более 20% детей отсутствует по причине болезни. По предварительной информации карантин продлится до 18 марта. А сейчас к другим темам. Во Владокавказе группа молодых предпринимателей реализует проект «Экофаб», победивший на форуме Машук. Его суть в том, чтобы облагородить улицы Владокавказа и не только. К делу подошли необычно. Проект социально ориентирован. Принять в нем участие могут студенты и школьники. Подробнее об этом расскажет мой коллега Хетак Плиев. Ника Майрамуков – один из авторов проекта «Экофаб». В прошлом году он вместе со своими единомышленниками представил на форуме Машук свою идею. Ее признали интересно и вписали в список лучших проектов. Как говорит сам Ника, это хоть и бизнес-проект, но социально ориентированный. Мы решили привлечь к данной работе молодежь. А именно, провести с ними теоретическую работу. То есть объяснить основу архитектуры дизайна. А затем хотим запустить проект «Урбанистик комфортный Владикавказ». Конкурс, точнее, «Урбанистик комфортный Владикавказ». В рамках этого конкурса школьники предложат собственные идеи, дизайн-проекты, концепции, развития улиц, на которых проживают, социальные учреждения, в которых учатся, целых районов Владикавказа, либо всего города. А после эти идеи уже представят администрации Владикавказа или любого другого населенного пункта. Если проект одобрят, авторы дизайна, а это могут быть и школьники, и студенты, да и просто креативные люди, получат вознаграждение. Пока участников не так много. Авторы проекта «Экофаб» занимаются им в основном сами. Как отмечает главный технолог Ахсарбек Хубаев, желающих украсить свои придомовые участки становится все больше. «У всех разные вкусы. И вот мы стараемся работать не на количество, а на качество, и чтобы уже люди тоже были довольны. У каждого свои взгляды на эту щебенку. У кого-то есть планы, допустим, полусадник разукрасить, у кого-то возле дома там ландшафтный дизайн». Как только получают заказ, покупают материал. Либо гальку, либо щебенку. Окраску завозят специальную из Новосибирска. Ахсарбек Хубаев уверяет, цвет камней продержится очень долго. И даже дождь не помеха. Камни красят в два этапа. Сначала их чистят здесь. А уже вот в этой бетонной мешалке идет полная окраска камней. Весь процесс занимает максимум час. Создатели проекта надеются, что смогут привлечь как можно больше молодежи. А это значит, что будет больше креативных идей. И мир вокруг станет ярче. Хеток Плиев, Хеток Гопоев. Новости о сети. Акция «За здоровый образ жизни» вновь прошла во Владокавказе. На этот раз в Центре социального обслуживания. Выездная лаборатория работала весь день. Любой желающий мог определить уровень сахара и холестерина в крови, измерить давление. Специалисты Республиканского центра медицинской профилактики установили все необходимое оборудование. Есть даже аппарат для проверки содержания углекислого газа в легких. По словам врачей, такие проверки помогут выявить ранние заболевания и предотвратить серьезные последствия. После обследования посетителям советовали как раз отказаться от курения и других вредных привычек. Организаторы отмечают, такие акции «За здоровый образ жизни» должны стать частыми. Теперь планируют посетить торговые центры. В первую очередь это направлено на скрининг факторов риска, таких как табакокурение и алкоголизм. Дело в том, что это одни из основных факторов риска, которые приводят к различным заболеваниям, к инфарктам, инсультам, к онкологическим заболеваниям. Направлено в первую очередь на реализацию программы, которая рассчитана до 2024 года. Она направлена на мотивацию ведения здорового образа жизни. Продолжение следует... А также роли в фильмах «Парни из стали», «Цвет неба», «Капитанские дети». Творческую встречу организовали представители Союза театральных деятелей республики. Приурочили ее году театра. Творческая встреча со зрителем. Олисы одно из высоток. Это очень красивое место. Там голубятня. Он спрятался там от своих проблем. Выставка работ педагогов Республиканского лицея искусств открылась в Моздоке. В экспозицию вошли более 40 картин. Многие из авторов – заслуженные деятели культуры. На церемонии открытия глава администрации Моздокского района Олег Яровой вручил благодарственные письма художникам. А творческие коллективы района подготовили для гостей концерт. Выставка будет открыта в течение месяца. В этот раз мы решили продемонстрировать творчество наших педагогов. Потому что они учат не только профессионализму, не только ремеслу, не только навыкам. Они передают главное творческое отношение к жизни. Следственный комитет проверяет обстоятельства инцидента, произошедшего в Ордоне. Напомним, в социальных сетях активно обсуждается тема избиения учительницы одной из школ 28-летним местным депутатам. Сам молодой человек свою вину отрицает. Говорит, просто защищал свою племянницу. В непростой ситуации разбиралась моя коллега Галина Григорян. Учительница Ордонска 4-й школы Мадина Созьева обвинила трех учениц 5-го класса в краже денег. У мальчика из параллельного класса. По словам учеников, сказала она это в классе. При всех. Мы сидели в классе и 13 девочек пришла к нам учительница и говорит, что мы украли деньги. Втроем нас показывала рукой. Я сама видела, как они зашли в раздевалку и взяли деньги из куртки. Не из куртки, а из портфеля. И все. И потом я позвонила дяде, сперва маме, потом дяде. Он приехал и когда он зашел в школу, и потом учительницу взял, просто сказал, что почему там ты обвиняешь девочек, что они украли деньги. Деньги нашлись почти сразу, в тот же день. Однако на этом история не закончилась. В краже 60 рублей обвинили всех детей и даже пригласили полицией. Еще милиция спрашивала и сказала, что отпечатали. Ну потом я боялась, мы боялись все. И потом эта милиция нас допрашивала. Когда? Ну это когда вот произошло это. Когда я зашла, я самая первая зашла, и меня допрашивали, что ты видела, где ты была. Я была у своей сестры, и я ничего не видела. Пожалуйста, а деньги в итоге кто взял? Они нашли их. Ну они нашли их. А где нашли? Они из ее класса нашли, этот мальчик нашел. Где? Не знаю. На территорию школы съемочную группу так и не пустили. И поговорить с учителем Мадиной Созьевой не удалось. Директор школы рассказывать о событиях тоже отказалась, но сообщила, что ведется расследование. Здравствуйте. Выключайте свои правила. Нет, мы выключим. У нас такой закон, правило. Вы нам расскажите. Вы нам дадите интервью. Интервью я давать не буду. А по какой причине? А почему я его должна давать? Я предприняла определенные действия, которые я должна была предпринять. Что еще? Что я вам должна рассказать? Я написала заявление в правоохранительные органы. Они разбираются с этим инцидентом. Сейчас идут уроки, и лишний раз буду дорожить эту тему. И волновать детей. Мы не намерены. Какой девочке маленькой? У которой был вчера стресс, которую обвинили в краже денег. Во-первых, ее никто не обвинял. Вообще, конкретно о ней речи не шло. Два классных руководителя поговорили друг с другом, чтобы разобраться в этой ситуации. И к чему пришли? К чему пришли? Этим занимается наш ВВД. А почему она отдала? Давайте у меня больше ни о чем не спрашивайте, хорошо? И разбирается уже не в краже 60 рублей, а в том, что дядя одной из девочек, которых заподозрили в воровстве, пришел заступиться за племянницу. И произошел серьезный конфликт. В тот день, когда Василий Когичашвили, он же местный депутат, пришел поговорить с учительницей, у него был урок у младших классов. Как утверждают очевидцы, шума и криков многие из детей не на шутку испугались, стали плакать. В ситуацию вмешались и родители. Я, говорит, не понял, но пришел чей-то дядя, кто-то, говорит, у кого-то уграл деньги, дядя орал с Мадиной Тельмановной, ругался. Он был в шоке. И пришел дядя, не пришел. Для этого есть администрация школы, есть школьный инспектор, два метра ростом, который много лет здесь работает. Надо было взять его и разобраться по закону. Виновата учительница наказать. Не виновата. Зачем? Криками что сейчас добьешься? Здесь каждый сейчас может кричать. Между тем, факт об избиении нам подтвердить никто не смог. Были крики, обвинения, но поднял ли депутат руку на педагога, никто не подтвердил. Сейчас Василий потрясен происходящим. Говорит, он никого не бил и не понимает, почему все так уверены в этом. Он защитил свою племянницу, тем более, что мама девочки воспитывает ее одна. И многие вопросы Василий, ее родной брат, берет на себя. Так получилось и сейчас. У Эльмиры неизлечимая болезнь и подобные стрессы опасны для ее здоровья. Ну, я ее не брал ни за руки, ни размахивал, ничего не сделал. Я ее, ну, за плечи взял, за плечи взял и, ну, я когда подошел, за плечи взял и сказал, ну, пройдите за плечо, ну, чтобы, ну, вот видите, опять неправильно говорю. Это было в классе при детях, вы взяли ее за плечо? Да, я ее взял за плечо, но не защимал ничего. То я просто ее взял вот так, ну, я ее попросил пройти, чтобы она прошла со мной. Ну, так просил выйти. И она, когда, ну, узнала то, что я настаиваю и буду настаивать на том, чтобы, ну, я признаюсь в том, что я разговаривал с ней на повышенных тонах. Так как, ну, я переживал о том, что у меня племянница, ну, какое у нее состояние будет. Я не знаю, я не знаю такого человека, который бы по-другому как-то бы среагировал. У меня нету ситуации. Ситуация очень неприятная, так как моя племянница болеет неизлечимой болезнью, диагноз склеродермия. Она имеет инвалидность. Ей категорически нельзя нервничать, переживать, так как это сильно влияет на обострение болезни. От депутатского мандата Василий Гогичашвили отказался. Сегодня он написал заявление. Говорит, что такую клевету терпеть не будет. Считаю так, никто им не мешал, если на самом деле я ее хоть пальцем тронул, снять побои. Что им мешало? Да, вот прийти и снять побои с учителя и зафиксировать все это. Так как всего этого не было. В дело вмешалось Министерство внутренних дел Республики. Расследование уже ведется. Вставленный в райотдел подозреваемый подтвердил наличие конфликта между ним и учительницей. В настоящий момент собранные материалы переданы в следственные органы Следственного комитета Российской Федерации для принятия процессуального решения. Пока взрослые выясняют отношения и разбираются, нельзя забывать о детях, которые были вмешаны в конфликт. О том, что такие действия по отношению к несовершеннолетним просто непозволительны, говорит детский омбудсмен Артур Кокаев. Вопрос, кто прав, а кто виноват, остается открытым. Время покажет, а пока ясно одно потрясение, которое испытали дети, пройдет еще не скоро. Галина Григоряна, Ибрагим Чочиев, Новости Осетии. И буквально только что мы получили еще один комментарий на эту тему. Сложившаяся ситуация, беспокойные в Штернахаше, обещают разобраться. Давайте посмотрим, как комментирует этот инцидент председатель всеосетинского народного общественного движения Руслан Кучиев. Этот случай нужно рассмотреть самым строгим и самым тщательным образом и вынести определенное решение, которое потом, не знаю, этот человек поймет или нет, но другие должны понять, что так себя вести нельзя. В общем, в чертах мы, в принципе, знаем, что произошло. Дальше нужно разбираться. И для этого мы завтра отправляем в Ордон, ну, такую представительную нашу группу отсюда, во главе с моим заместителем. Семь человек будут рассматривать случай, если предусмотрено много возможностей принятия какого-то решения, начиная от устного замечания и публичного осуждения, до, знаете, до самых таких крайних мер, которые мы считаем кода отвержения одному человеку или всей семье. Это вся информация к этому часу. Спасибо за внимание. А сейчас смотрите информационный выпуск моих коллег из Осетинской редакции. Марат, здравствуй. Тебе слово. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok